всем привет мои хорошие рада приветствовать вас на моем канале мы сегодня с вами будем кушать макдональдс только никому не говорите об этом у нас здесь луковые кольца деревенская картошка один соус кетчуп опять забыла упомянуть какой именно мне соус здесь у нас наггетс и конечно же королевский big mac смотрите какая прелесть так ем наверное четвертый раз своей жизни где-то третий четвертый раз потому что обычно я всегда беру макчики вот давайте приступим сейчас буквально позвонила моя тетя и сообщила нам что у нее дома свадьбы не будет мой двойный брат уже давненько собирается жениться он обручен у него есть невеста но к сожалению из-за коронавируса они не могут пожениться они живут в деревне и раньше там таких ограничений не было а сейчас за все это большие штрафы поэтому я тете позвонила сегодня нам и объяснила чтобы мы не обижались что дело не в том что она не хочет нас звать сделаем так а просто дело в том что она боится лишних проблем поэтому свадьбы не будет планировалось что будет какая-то компания из 30 40 человек но сейчас это тоже не разрешают когда только началась пандемия у нас больше всего зарождившихся было в баку и ограничения касались в основном баку сейчас больше всего вот в районах в деревнях здесь уже видимо все переболели и поэтому именно там очень много ограничений и они просто уже год не могут пожениться представляете каждая девушка мечтает о свадьбе о белом платье но вот к сожалению это все отменяется вдруг мама предложила тете что можно сделать свадьбу потом не знаю через год но мой двоюродный брат он не хочет разделать делать сразу если не делать то не делать вообще сейчас многие так просто за акции пошли жить вместе все из-за вируса с одной стороны может даже это и к лучшему некоторые просто такие расходы устраивают финансов нету все равно делают огромную свадьбу приглашают очень много гостей я например не хотела бы слишком пышную свадьбу человек 100 с моей стороны и 100 со стороны жениха 200 человек по мне это достаточно я планировала что я вам там буду снимать влог как мой двоюродный брат женится снимать влог тоже знаете как там немного неудобно в том плане что в кадр могут пока попасться люди которые возможно не хотят чтобы они засветились в ютубе люди же разные я всегда боюсь снимать влог дома у кого-то например возможно она не хочет чтобы я это показывала я не могу просто нахально начать снимать иногда бывает недопонимание сейчас объясню у меня у родственника была свадьба я должна была снимать там влог потом я постеснялась я подумала возможно они даже не хотят чтобы я снимала влог они такие знаете более религиозные люди я подумала может быть они не хотят чтобы их невеста была в ютубе да и вообще люди разные кому-то это все нравится кому-то нет я не решила не снимать влог прошел праздник потом наш родственник начал писать моему папе а когда будет влог когда выйдет когда мы все посмотрим я бы с удовольствием сняла и уверена что вам тоже было бы очень интересно как проходят свадьбы в боку как это все делается но я не сняла только из-за того чтобы боялась что в кадры попадут люди которые не хотят чтобы они были в ютубе я например снимаю себя я же не могу сзади все заблюрить естественно что-то да попадается вот дабы избежать таких вот непонятных ситуаций в общем такая непонятная ситуация была давайте вот так вот по частям что ли боюсь что рот у меня настолько не откроется салат айсберг он просто божественно самое фиговое это когда ты снимаешь видео вкладываешь душу а потом кто-то просит тебя его удалить потому что там не знаю я я не хочу чтобы я была там ты этот момент вырезать не можешь и у меня реально были такие ситуации возможно вы даже знаете некоторые видео их сейчас нету на канале просто потому что кто-то попросил что удали тут я а я вложила душу это видео я ее монтировал снимала и вроде отказать ты тоже не можешь но с другой стороны как то неправильно это у нас в классе в группе была девочка она училась на цирпаджанском языке и была вся из себя знаю что как правильно я такой у меня нигде фотографии нету в инстаграме меня нету я просто создала страницу чтобы следить с другими подписана на всех но у самой ни одной фотографии нету нет нет я не такая и когда мы заканчивали универ все группы встали вместе чтобы сфотографироваться эта девушка тоже стала потом когда мы нафоткались она говорит ребята если вы захотите выложить фотографию вместе со мной то пожалуйста на мое лицо поставьте какой-либо смайлик у нас был мальчик из английского сектора он так грубо и ответил сказал что какого хрена я должен портить свою фотографию в instagram если ты не хочешь на им фотографии пошла к черту я без тебя сфотографируюсь то есть это было очень грубо он ты сказал на азербайджанском языке но с одной стороны он был прав если ты не хочешь чтобы твоя фотография была где-то зачем ты стоишь в каждой фотографии и фотографируешься со всеми стоит вся группа это тоже фотографируешься и теперь эти 40 человек не может не могут выложить эту фотографию потому что ты там присутствуешь она обиделась но мы короче пофотографировались потом без неё и слава богу не люблю таких людей которые знаете в азербайджане есть такие девушки они строят из себя вот светоши вот честно очень не люблю мне нравится чтобы человек был искренний не за такой какой есть а то например 7 лет встречаются с парнем и скрывают от родственников от всех что у них есть парень чтобы в случае чего показать себя такой знаете очень воспитанная очень правильная я считаю какая есть такая есть нравится общайтесь не нравится не общайтесь правильно неправильно зато все это вы видите я ничего не скрываю салат айсберг это вообще кайф учитель однажды сказал что мне материалы выложу там фейсбук кому надо все скачаете она такая меня нету фейсбуке на таких сайтах не сижу я вообще не отношусь к тем девушкам которые там фотографии выставляют на фейсбуке учитель гать причем здесь фотографии просто сдай страницу чтобы качать файлы и вот знаете бесит такое в общем на этом все спасибо что досмотрели это видео до конца я вас всех очень сильно люблю целую пока